Пионер. Частный промышленный парк. Год назад здесь были только стены, оставшиеся от законсервированного кирпичного завода. Сейчас здесь кипит жизнь. Работают пять компаний по антикоррозионной обработке и изготовлению металлоконструкций. В том числе и Камосталь, принадлежащая китайским инвесторам. И первый вопрос, который заинтересовал рабочую группу – технология производства. Оцинкованная сталь заходит здесь, получается, с этого конца. Дальше она промывается, грунтуется, наносится покрытие и далее идет сушка уже сушильной печи. Это поле тоже промышленный парк, правда, пока еще будущий. Но у него уже есть название – Нижнекамский, восемь резидентов, а также активно работающая строительная площадка. Порядка 20% земельных работ по проекту инженерных сетей здесь уже выполнено. К концу мая планируют подвезти и электричество. Необходимое для этого оборудование заказано. Инфраструктура строится с опережением графика. Неожиданностей и неприятных сюрпризов для резидентов быть не должно. Неделю назад была встреча с резидентами, как раз с генеральным податчиком здесь уже на территории. Временная дорога есть, электроснабжение временное есть. Проговорили, как будем подключать. Уже четыре компании готовы выйти к строительству фундамента. Более детальное знакомство с реализацией проектов промышленных парков в Нижнекамске рабочая группа продолжила в зале заседания. Говорили о реальных и потенциальных резидентах, а также о технической и инвестиционной составляющих развития парков. К примеру, о реконструкции дороги от железнодорожного переезда до парка «Пионер». Сегодня же состояние вот в таком состоянии. Ширина дороги местами от 8 до 14 метров. Нам необходимо соответствующий порядок и провести реконструкцию. 293 миллиона рублей во столько обойдется реконструкция этой дороги. А так как она необходима резидентам промпарка «Пионер», деньги попросили у фонда. Предоставить финансовые средства для реконструкции дороги мы сможем. Таков был ответ с одним «но». Фонд может профинансировать 95 на 5. Но опять же, если это будет дорога только для этого инвестиционного проекта, если на эту дорогу будут выезжать и другие пользователи, ну, наверное, будет несколько иное финансирование. Но, тем не менее, финансирование фонда хорошо тем, что республика эти деньги не возвращает. Эти деньги безвозмездно будут представлены республике. Резюмируя, представители фонда отметили, идея Нижнекамских промышленных парков воплощена не только в соглашении, подписанном между фондом и Татарстаном, но теперь уже и в реальности. А это значит, будет поддержка на государственном уровне, площадки для привлечения инвестиций, дополнительные рабочие места, стимуляция малого и среднего бизнеса. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР.